Рак простаты Рак простаты Согласитесь, что операции на простаты, на предстательной железе, ну в принципе делаются редко. И там это все зависит от нюансов, от эпохи. Но так или иначе само по себе оперативное вмешательство, когда опухоль удаляется, оно несравнимо реже, чем если сравнивать аналогичное заболевание у женщин рак молочной железы. Следующий момент. Если мы говорим про оперативное вмешательство, то это достаточно узкая категория опухолей, которые, скорее всего, благополучные, которые, в общем-то, не отражают ту проблему, в полной мере ту проблему рака простаты, которую пытаются решить специалисты. Далее. Если у вас рак метастатический, но фактически при классическом раке предстательной железы, как правило, метастатическое поражение – это костная ткань. Оттуда трудно производить забор опухолевого материала для каких-либо манипуляций. И даже если это получается, то все равно этот материал, как правило, из-за того, что это костная метастаза, мало пригоден для молекулярного анализа. Ну, не случайно же тест на сплайс-вариант андрогенного рецептора, про который говорил Александр Константинович, он-то предусматривает не работу с реобиопсией, а работу с циркулирующими опухолевыми клетками, потому что реобиопсия, в общем-то, в отличие от многих других локализаций, ну, мало доступна для какого-то постоянного осмысленного анализа. Третий нюанс. Именно для рака простаты практически нет адекватных моделей. В клеточной культуре рак простаты не перевивается, те модели, которые есть, они не соответствуют тому, что называется рак простата. То же самое касается во многом отношения животных моделей. И получается, что здесь очень многие вещи, они на самом-то деле, ну, имеют явно не тот характер изученности, если сравнить рак простаты, допустим, с раком молочной железы или раком легкой. Такого, где на порядок выше уровень знаний, и самое главное, на порядок выше уровень применимости этих знаний. Ну, вот это, на мой взгляд, удачная картинка, которая вообще показывает модули, о которых мы сегодня будем говорить. Самый значимый модуль на сегодняшний день, новый, по крайней мере, это нарушение процессов репарации ДНК геномной стабильности, где появились новые препараты, которые, ну, действительно, видоизменили как-то лечение многих этих больных. Поэтому про это сейчас говорят больше. Андрогеновый рецептор, значит, андрогеновый рецептор, это каскад сигналин к андрогену, в общем-то, на сегодняшний день остается ключевым, когда мы говорим о патогене зеракопростаты. Пиатрикеназа. Пиатрикеназа – это отдельный сигнальный модуль, мы сегодня на нем настановимся. И регуляция клеточного цикла. Ну, давайте по порядку. Если мы говорим про молекулярные нарушения, то наиболее известные нарушения, наиболее частые нарушения при раке простаты открыли относительно недавно. Ну, буквально до первого десятилетия настоящего века считалось, что вообще-то транслокации, перестройки хромосом, когда хромосомы обмениваются своими участками, они характерны преимущественно для опухолей соединительно-тканного происхождения, мезонхимального, будь то лейкозы или будь то саркомы. Это было вообще большое событие, когда в нулевых годах оказалось, что более половины опухолей простаты имеют драйверные онкогенные транслокации. Результаты транслокации один и тот же. Активируются онкогены семейства ЕТСИ. Что это за онкогены такие? Это онкогены, которые являются транскрипционными факторами, и когда они активируются, происходит репрограммирование активности генов клетки. Но в результате это репрограммирование все-таки опять же имеет самое прямое отношение к андрогеновому сигналингу. Но бывают и экзотические ситуации. Например, посмотрите, примерно один опухолей простаты, это видно на диаграмме, имеет мутации в гене IDH1. Почему я об этом говорю? Для IDH1 появились ингибиторы, потому что IDH1 часто мутирован при остром миелоидном лейкозе. Там ингибитор в США уже зарегистрирован, а в Европе нет, потому что очень дорогой он. IDH1 мутации, они также бывают при глиобластоме. Но так или иначе, здесь в теории, в теории, у небольшого процента больных есть какие-то возможности для таргетной терапии. Хотя, еще раз говорю, что тут надо сначала такого пациента найти один из ста, а потом еще найти для него ингибитор, который даже в Европе не зарегистрированы показания, это только для острого миелоидного лейкоза, даже для глиобластома нет. Но так или иначе, по крайней мере, есть о чем поговорить, если мы хотим какой-то позитив. Есть другие повторяющиеся мутации. Ну, например, часто в литературе упоминается ген SPOP, у которого 5-10% мутации. Как раз эти опухоли более или менее ассоциированы с лучшим прогнозом. Но так или иначе, все равно этот ген, у него много функций, он тоже связан с андрогеновым сигналингом. Андрогеновый сигналинг. По идее, здесь важно не только знать, но и иметь какие-то предиктивные тесты. Первое. Когда берут опухоли, которые с самого начала не отвечают на андрогенную терапию, там при анализе иногда удается найти какие-то мутации, которые так или иначе связаны с нарушением вот этого сигнального каскада андрогенов и рецептора андрогенов. Куда более значимая информация попытаться обнаружить механизмы, как в процессе лечения рака простаты, он в результате, в ходе андрогенной абляции приобретает резистентность к андрогенной абляции. И, соответственно, здесь пытаются применять или молекулярные тесты. Ну, уже сегодня упоминался, в общем-то, очень известная работа по сплайс изоформе андрогенного рецептора. Есть еще анализ мутации, иногда обнаруженная мутация в рецепторе андрогенов позволяет понять, как действовать дальше. Есть также амплификации рецептора андрогенов. Тут есть какой-то набор методов, но, правда, опять же, использовать их очень-очень сложно, потому что нужна, по сути дела, реабиопсия, которая не всегда для этого годится, и каких-то четких алгоритмов, как дирижировать с лекарствами, нет. Другой путь, который менее известен, это путь, он называется пиатрикеназа. Сейчас этот путь будет более известным, потому что появился препарат для пиатрикеназа, и благодаря настойчивой информационной политике фармацевтических фирм нам предстоит этот путь выучить. В чем его основная функция? Он также участвует в клеточной пролиферации в той или иной форме. Но при этом более такая значимая дискретная способность этого пути – это скорее поддержание жизнеспособности клетки. Что это означает? В норме опухолевые клетки, они быстрее делятся, они имеют нехарактерное кровоснабжение, они мешают друг другу. И вообще-то в норме, в норме, когда клетка оказывается в неблагоприятной ситуации, она должна погибать. А вот патологическая активация этого пути приводит к тому, что клетка не погибает, несмотря на плохие условия своего существования. За счет чего наступает активация этого пути? Самое частое, что наблюдается, это дилеция гена ПТН, он изображен красной звездочкой. Изредка бывают мутации в гене ПИА-3 киназы, там появился препарат. Изредка бывают мутации в гене киназы АКТ, там тоже появились препараты и появились значимые мутации. Я вернусь на два слайда, я забыл сказать еще один интересный нюанс. Когда мы говорим про семейство генов ЕТС, пытаются изучать их биологическое значение, важно, что это онкогены. Но что интересно, на пролиферацию как таковую клеток их активация не влияет. Они влияют на такой отдельный компонент свойств опухолевой клетки, как способность к миграции. Таким образом, способность к пролиферации скорее приобретается за счет дорегуляции андрогенного сигналинга, а вот способность к миграции выходить за пределы анатомического пространства, в частности создавать метастазы, вот она приобретается за счет активации генов ЕТС. Следующий компонент. Клеточный цикл. Не знаю, как у вас, у меня всегда клеточный цикл, мне сложно было понять. У меня всегда клеточный цикл ассоциировался с лингвистическим понятием деления клетки. А на самом деле не совсем так. Потому что деление клетки – это процесс, который состоит из подготовки к делению, ну, например, удвоения ДНК и метозу как таковому, когда хромосомы расходятся, а потом клетки расходятся. А клеточный цикл – это вот вся вот эта последовательность, которая подразумевает и подготовку к делению, деление и определенный клеточный покой. И опять же, здесь есть регуляторы, это ингибиторы циклинозависимых киназ, которые так или иначе обеспечивают вот этот жизненный цикл клетки, ее движение по делению. Что существенно? Что в опухолях простаты довольно часто начинает, наблюдается делеция гена РБ1. Здесь проблема с названиями. Это ген ретинобластомы, потому что открыт он был впервые при изучении ретинобластомы. Но он имеет значимость для любой клетки, это универсальный ген клеточного цикла, и в опухолях простаты иногда он инактивирован. В теории, если бы научиться хорошо диагностически определять делеции гена РБ1, то от этого могла бы быть определенная практическая польза. Первое. Именно делеция гена РБ1, которая встречается далеко не в каждой опухоли, там определенный процент встречаемости. Именно при делеции гена РБ1 такие опухоли исходные, изначально очень плохо реагируют на андрогеновую терапию. То есть они фактически независимы от андрогенного рецептора. И поэтому знать бы заранее, что эта опухоль нечувствительная, ну, наверное, в этом есть какой-то смысл. И второй нюанс. Именно эти опухоли, по крайней мере в экспериментах на мышах, инактивация гена РБ1 делает подобную опухоль чувствительной к токсанам. И вот это, наверное, то, что очень полезно бы знать врачу. Всегда есть непростой выбор между андрогенной терапией и лекарственной терапией. Здесь действительно я уже краем уха слышал, что даже мода меняется в какой-то степени, потому что в 90-х годах вообще старались до последнего избегать лекарственную терапию. Сейчас фактически более или менее меняются подходы. Но вот каких-то молекулярных предикторов, которые удобны для того, чтобы их анализировать, и достаточно достоверны, их, к сожалению, в общем-то, на сегодняшний день мало. И вот этот статус гена РБ может являться одним из кандидатов. Ну и, наконец, самое главное, опять же, тут благодаря информационной политике фармацевтических фирм с появлением парпингибиторов стала эта информация уже немножко надоедать, но так или иначе. Примерно 19% опухолей простаты, каждая пятая, имеют дефект репарации ДНК. В чем это проявляется? Ну, посмотрите, например, наследственные рак простаты. В обычных опухолях, в обычных опухолях, если происходит случайным образом однонитевой разрыв, то существует система репарации ДНК, которая этот однонитевой разрыв так или иначе может восстановить. И ДНК восстанавливает исходную структуру. Что наблюдается при опухолях наследственных, у которых отсутствует один из модулей репарации ДНК? За счет БРК дефицита клетка, у которой однонитевые разрывы, она не может эти однонитевые разрывы восстановить. Накапливаются двунитевые разрывы, и за счет этого клетка погибает. Это очень элегантная, избирательная мишень для терапии. И вот тут у нас уже есть собственный опыт. Правда, скорее он связан не с использованием парпингибиторов, ну, по крайней мере, в тех исследованиях, в которых я участвую, а с использованием того же принципа цисплотина или метамицина, которые избирательно тоже поражают БРК дефицитные клетки. Но так или иначе, то, что здесь есть уникальное терапевтическое окно, это абсолютно несомненно. В чем проблема? Если вы посмотрите работы из Европы и Соединенных Штатов Америки, то по разным данным вы будете верить, что примерно 4-7% пациентам с раком простаты действительно имеют дефект гена БРК. У нас этот процент значительно меньше. Это, несомненно, вызывает разочарование у онкоурологов, потому что сколько они эти тесты не делают, они этих пациентов не видят. Почему? В чем разница? Вот тут очень важный нюанс, понимаете? Мы как раз потому и делимся на разные нации, что у каждой нации свои предки. Так устроила природа, история человечества, что если мы говорим гены БРК, то БРК-1 и БРК-2 они воспринимаются как синонимы у прародителей славян, у россиян, тех, которые живут на этой части. Практически все мутации представлены геном БРК-1, номер 1, который не имеет никакого отношения к патогенезу рака простаты, почти никакого. А вот мутации в генах БРК-2 у нас, по крайней мере, у славян, крайне мало. Вот и получается, что когда мы берем рак молочной железы, у нас 7-8% случаев наследственные. Рак яичника 20% случаев наследственные, но они все представлены геном БРК-1. Там вклад БРК-1, БРК-2, он примерно одинаковый. А вот рак простаты, где только БРК-2, получается, что очень маленькая пропорция пациентов с мутацией в гене БРК-2. Но зато здесь, конечно, очень заметны эффекты как от парпингибиторов, несомненно, так и от стандартной терапии. Если нет парпингибитора или не хочется его применять, есть цисплатин, есть метамицин. Мы в институте, ну, благодаря нашим работам, очень любим комбинацию цисплатин плюс метамицин. Ну, фактически, когда ко мне попадают пациенты с БРК-мутацией для того, чтобы уменьшить размеры опухоли, я беру на себя смелость настаивать, что на каком-то этапе уменьшения размера опухоли очень хорошие результаты получены. И, в частности, для БРК-2 ассоциирована рака у нас в случае полного регресса. Ну, правда, и рака яичника, а не рака простаты, но полный регресс морфологический очень редко бывает при опухолях. Поэтому я остаюсь при своем, что эту комбинацию надо пробовать. Ну, самый главный вопрос, кому назначать БРК-тест? Думаю, что не всем. Если стандартный рак простаты пожилого возраста, я не вижу смысла тратить усилия даже на написание направления на тест, не только на то, чтобы делать тест. Мы все-таки должны ориентироваться на клинику. Что такое клиника? Это либо молодой или агрессивный рак. Вот это может сказать, что это не совсем андрогенная зависимость, здесь другой механизм репарации ДНК. Либо, если у нас явный семейный анамнез. Что такое БРК-ассоциированные опухоли? Рак молочной железы, рак яичника. Для БРК-2 рак поджелудочной железы, рак простаты. И тоже, если в семье есть случаи, они не должны быть очень старыми. Ну, давайте условно скажем до 60 лет. Я понимаю, что 61-62 это пограничное. Но если, не дай бог, бабушка болела раком молочной железы в 80 лет, это не является наследственным анамнезом, это не является основанием для БРК-теста. Ну и, наконец, все-таки вот эти общие, очень сложные нюансы. Я сознательно делюсь своими контактными информацией, потому что очень сложно, допустим, когда говоришь, вроде бы все понимаешь, что БРК-1 и БРК-2 разные гены. Но я по себе знаю соседнюю специальность иммунология. Там тоже все с цифрами. Мне абсолютно непонятно, чем CD-8 отличается от CD-4. А для иммунолога это азбука. Вот, и поэтому на самом-то деле надо понимать, что есть типичные ошибки. Я не вижу смысла в тест на повторяющиеся мутации при раке простаты, потому что повторяющиеся мутации – это только гены БРК-1. Это просто пустая трата времени. И мы с Александром Константиновичем много раз обсуждали, когда даже регистраторы по ошибке назначают вот этот короткий тест, в котором никакого смысла нет. Есть еще ген ЧАК-2 среди наследственных. Он не имеет никакого отношения к БРК. Это совсем другие вещи. Ну, есть еще всякие нюансы. На самом деле сейчас много генетических сервисов. Они, к сожалению, много ошибаются. Я сплошь и рядом вижу пациентов, у которых нашли какой-то безобидный вариант, а ему пишут, что надо консультировать родственников. Но это какие-то уже вещи, которые за пределами сегодняшней дискуссии. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok